Продолжение следует... Давайте еще подождем, чтобы коллеги отписались. Все-таки нас побольше человек подключилось. Вижу, значит, звук у нас есть, видео у нас есть, все у нас с вами хорошо, мы с вами можем начинать. Я надеюсь, что в любом случае те, кто подключились к этой теме, кому эта тема интересна, нужна и, соответственно, точно пригодится в использовании. Коллеги, напишите, пожалуйста, в чате, работаете ли вы с дошкольниками. Вижу, что пока отписываетесь, что у вас есть звук. Коллеги, напишите в чате, работаете ли вы с дошкольниками. Или вы сегодня просто пришли послушать, потому что вам показалось, что тема интересна. Да, вижу ответы. Да, есть коллеги, которые работают с дошкольниками. Значит, все-таки пришли те, кому это интересно именно с точки зрения работы с дошкольниками. Вот коллега пишет, что использует серию книг «12 шагов к английскому языку» и «Слава Троича Минжода». Прекрасно. Итак, коллеги, спасибо вам за ответы. Мы, я надеюсь, дождались всех, кто хотел действительно нас посетить. И мы с вами начнем. Мы поговорим о развитии творческих способностей дошкольников на занятиях английским языком. То есть мы будем смотреть с вами сначала то, с помощью чего творчество, в принципе, развивается у наших дошкольников. Что мы можем сделать с точки зрения творчества на занятиях английским. Так как в первую очередь мы все равно пытаемся привести год к английскому языку. Закладываем самые такие начальные какие-то знания о языке. Но все-таки нам должно быть интересно, что же нам делать с точки зрения развития творчества. Поэтому, да, мы, конечно же, должны начать с вами обязательно с цитаты, чтобы настроиться на работу. Здесь цитата Василия Александровича Сухомлинского. Он написал о том, что творчество – это не только сумма знаний, а особая направленность интеллекта. Особая взаимосвязь между интеллектуальной жизнью личности и проявлением ее сил в активной деятельности. И творчество – это деятельность, в которой раскрывается духовный мир личности. То есть, через что мы с вами можем у наших дошкольников раскрывать их такой внутренний духовный мир? Да, конечно же, различными приемами и с использованием различных пособий, соответственно. Но начнем мы с вами с того, что разберем, что такое творческие способности и когда нам нужно их развивать. В первую очередь, да, что такое творческие способности? Творческие способности – это индивидуальные особенности каждого ребенка, которые определяются успешностью в выполнении творческой деятельности в различных сферах. То есть, чем бы он ни занимался, главное, чтобы мы отслеживали, как он развивается с точки зрения творчества. Творческие способности имеют свои определенные характеристики. Характеризуются они, в первую очередь, стремлением к изучению нового и необычного, свободным воображением и фантазией, да, то есть различные задания у нас, которые связаны все-таки с креативностью, тоже будут, конечно же, актуальны здесь. Развитой интуицией, вследствие чего проявляется что-то новое, умением применять полученный опыт на практике и способностью впитывать много информации, да, то есть творческие способности все это вместе нам соединяют и помогают нам использовать равнозадания творческие на уроках английского, на занятиях английским языком. Что же способствует развитию творческих способностей ребенка? Это, конечно же, использование развивающих игр и игрушек. Там мы и при изучении языка очень часто используем и игрушки, и игры, и игровые моменты. Это изучение окружающего мира, когда он у нас находится, например, на прогулке, на занятиях дома. Да, мы все равно можем, привлекая здесь и английский язык тоже, да, так или иначе, все равно развивать еще и творчество у нашего ребенка. И занятия по рисованию также считаются, да, хорошим этапом в развитии творчества ребенка, потому что мы можем позволить ему использовать для рисования то, что ему нравится. Это, может быть, и краски, и фломастеры, и карандаши, да, чтобы он, во-первых, выдал это сам, чем он хочет, например, рисовать, чтобы он смог сам рассмотреть, что получается у него в ходе рисования, например, красками, а что получается, если он это делает карандашами, а хорошо ли у него получается раскрасить картинку в книге, если, допустим, он использует, да, какой-то очень, не знаю, акварельные краски, да, может, у него не очень хорошо это получится, и буквы с обратной стороны на листе все куда-нибудь расплывутся у нас, да. И, конечно же, чтобы развивать творчество, нужно обязательно смотреть на то, что у ребенка получилось в ходе выполнения творческого задания, обсуждать, что получилось у него, что у него такое нарисовано, да, что он хотел здесь изобразить, да, и тогда, конечно, будут развиваться творческие способности. Также чтение книжек помогает нам развивать фантазию у нашего ребенка и, конечно же, воображение. То есть, когда мы читаем нашему ребенку сказку, рассказ, стихи, он может креативить и сам в уме складывать картинку того, что происходит. То есть, он в уме разыгрывает себе всю ту ситуацию, которую вы ему зачитываете из книжки. Иногда они представляют себе, допустим, главного героя того или иного рассказа или стихотворения, иногда они, может быть, себя этим героем считают, да, и ставят себя на место этого героя. Также очень полезно, да, это изготавливать различные поделки, делать аппликации. Это полезно и с точки зрения развития мелкой моторики, и, в принципе, с точки зрения развития ребенка. Плюс, да, мы, конечно же, должны научить его самому вырезать различные предметы, но здесь уже зависит от возраста ребенка, да, чем, конечно же, он младше, тем все-таки мы будем ему больше с чем-то помогать, да, он будет какие-то только самые такие под нашим обязательно наблюдением специальными ножницами, да, пластмассами, для детей и прямые линии только основные какие-то нарезать. Да, чуть постарше ребенок будет, конечно же, иметь возможность уже вырезать что-то фигурное. Здесь как раз пример на развитие мышления и речевое развитие, да, мы видим, что можно здесь и почитать из книги, да, у нас есть небольшое такое, да, высказывание. Это пример из книги I can, я умею, мы здесь видим, что вводится сразу же, да, и слово петь, и слово песни, да, и плюс, конечно же, наш ребенок может прописывать буквы, да, в словах, которые нам даются внизу страницы, да, и слово sing, и слово songs, все можно прописать, то есть вроде бы мы и моторику развиваем, да, у нас можно пообщаться по поводу этой картинки, почему у нас мальчик здесь поет, почему птички ему подпевают, да, почему лебедь у нас тоже, да, поет. Можно спросить у ребенка, что вместо бабочки у лебедя, да, потому что мальчик у нас бабочки настоящие, да, а лебедь у нас бабочка у него села, и вместо бабочки, да, из настоящей бабочки у него получилась вот такая бабочка, как и у мальчика. Вот, спросите, нравится ли, как они думают, нравится ли такое пение, всем окружающим. Солнце улыбается, значит ему нравится. Бежик там тоже заслушался на картинках, то есть ему тоже это все нравится. Вроде бы мы занимаемся иностранным языком, но при этом все равно элементы творчества здесь присутствуют. Давайте посмотрим на несколько полезных советов по развитию творческих способностей. Очень важно создавать ребенку обстановку, которая будет развивать творческие способности. Если все-таки вокруг него создавать возможность креативности, не ругать его за какую-то излишнюю креативность, а все-таки наоборот больше поощрять, то, конечно же, такая творческая обстановка вокруг него. Может быть вы будете все рисунки или задания, которые он выполнил, где что-то было связано с творчеством, вывешивать на стене комнаты или класса, кабинета, чтобы ребята могли похвастаться, что это их рисунки. Если вы занимаетесь со своим ребенком, то тем более, может быть, вы дома устроите какую-то небольшую выставку и где-то будете это пришпиливать сюда, какую-то доску себе организуете. Потому что очень много родителей думают, что вот нет, я не буду портить стены ради того, чтобы повесить на стену рисунок ребенка. Не ахти, какой хороший получился. Не ахти, какой хороший, это может быть в вашей точке зрения, великого художника, для ребенка, и он все равно это достижение, поэтому нужно все равно его за это похвалить. Он будет видеть свои работы, он будет стараться сделать в следующий раз, конечно же, еще лучше. Вешайте только самые хорошие рисунки, опять же. И не всегда это нужно пришпиливать именно на стену, что вам мешает использовать для этого, допустим, какую-нибудь доску пробковую. Постоянно развивайте творческое воображение ребенка. То есть во всех заданиях, где это возможно, старайтесь добавлять еще творческую составляющую. То есть не просто прочитай что-нибудь, или повтори за мной, или покажи мне, где на рисунке, например, нарисован лебедь, где здесь свинь, но еще и спросите, какого цвета у него, допустим, бабочка у этого лебедя. Можно спросить, как на предыдущей картинке, какого цвета костюм на мальчике, а какого цвета ты надел костюм, если бы тебе нужно было бы где-нибудь выступить и спеть. Какое здесь время года, что бы ты еще на этом рисунке дорисовал и так далее. Творите вместе с ребенком, идите, рисуйте, читайте, изучайте. Здесь идет речь о том, что чем больше вы будете вовлекать и себя в том числе в эту творческую работу, тем, соответственно, для нашего ребенка это будет лучше для развития его творческих способностей, потому что он будет иметь возможность перенимать этот опыт творческой деятельности у вас. То есть вы будете для него служить таким мотиватором в данном случае. Снабжайте ребенка всем необходимым материалом для реализации его творческих способностей. Красками, пластилином, бумагой, клеем и так далее. Здесь, конечно, речь не идет о том, что дайте ему обязательно ножницы в руки. Опять же, смотрите, чтобы все материалы были по возрасту подходящими. То есть если это ножницы, то должны быть детские ножницы специализированные. Если это клей, то это тот клей, который у вас будет, клей-карандаш, чтобы он у вас все вокруг не залил клеем. Не потому что он это сделает специально ни в коем случае, а просто потому что он может с непривычки еще, с тем, что он плохо с ним обращается, с клеем, где-то его пролит. То есть все это обязательно нужно вам тоже предугадать. Но так или иначе, давайте ему эту возможность что-то слепить, может быть, не обязательно из пластилина, может быть, это будет детская глина или песочные сейчас поделки различные делают. Главное, все равно вы должны понимать, что вы не только язык изучаете и будете спрашивать, что там из пластилина получилось, но и обратите внимание на то, какая красивая получилась эта фигурка, какие интересные цвета он смешал, чтобы получить именно такой цвет для своей фигурки. Может быть, лебедя вы этого будете, допустим, не пить потом, и разыгрывать мальчика и лебедя. И разыгрывать будете из пластилина, разыгрывать эту сценку из книги. И вот вам и творческие способности, параллельно с изучением языка. Поддерживайте ребенка в его начинаниях. Хвалите за проделанную работу. Это очень соотносится с тем, что я сказала по поводу первого пункта, когда нужно все-таки ценить то, что сделал ребенок, хвалить его чаще. Даже если, возможно, не очень хороший получился по первому разу рисунок или какая-то подделка, все равно стоит найти что-то в ней хорошее, за что-то похвалить. Может быть, не форма уж хорошая получилась, на лебедя все совсем не похоже. Похвалите за то, какой цвет хороший. Или что он бабочку не забыл ему приделать, такую же синюю, допустим, как на рисунке, на картинке. То есть за проделанную работу все равно нужно хвалить. Потому что если мы хвалить не будем, если у него не будет этой мотивационной такой, да, похвалы, он будет думать, что у него ничего не получается, и в следующий раз вы от него не допросите, чтобы он вообще в чем-то у вас поучаствовал. Ну и не угнетайте фантазию ребенка, да. Если он, наоборот, все больше и больше что-то придумывает и как-то развивает сюжет книги, которую вы, допустим, прочитали, да, или какое-то занятие, которое вы изучили, будь то курс 12 шагов английскому языку или пособие, которое я сейчас показываю, да, с мобильными приложениями, неважно. А все равно, если у ребенка творческий фантазий такой, да, дайте ему его реализовать, дайте ему все равно что-то нарисовать, приклеить, самому вырезать, да, это необходимо ему для развития как раз творческих способностей. Давайте посмотрим на пару примеров. Здесь у нас пример на развитие мышления, да, потому что параллельно, конечно же, все равно мы не будем развивать только творческие способности. Нет, мы в первую очередь будем развивать нашего ребенка. Развивать мы его будем по разным сферам. Здесь есть создание творческой обстановки и развитие мышления одновременно. То есть направленное задание, конечно же, на развитие анализа, да, синтеза мышления, то есть все это мы закладываем еще в дошкольном возрасте. Примеры из «Развивашка животные». Здесь мы должны восстановить рисунок, и для того, чтобы восстановить, нам нужно где-то просто соединить по точкам, да, потому что вы видите, например, у хвостик у собаки, да, не дорисован до конца, у коровы чуть-чуть, да, не дорисован рисунок с коровой, у лисы тоже хвоста не хватает. А нам нужно для этого восстановить рисунок в средней точке. Но когда мы все соединили, мы уже, в принципе, понимаем, да, о чем эта книжка. Мы спрашиваем у нашего учащего, да, у нашего ребенка, как ты думаешь, о чем эта книжка, о ком эта книжка. Соответственно, вам, конечно же, ребенок скажет, что про животных эта книжка, да, потому что здесь и лиса, и собака, да, и кошка. Можно спросить, почему он вам объяснит, почему. Но на этом не все, конечно же, да. Мы соединили только по точкам. Мы еще не дораскрасили все до того, чтобы у нас картинка была целиковая. Да, у нас есть белые пятна. Во-первых, те пятна, которые остались там, где мы соединяли по точкам, да, чтобы ребенку было удобнее соединять по точкам, соответственно, фон там выбелен. Для этого нам нужно аккуратно все обратно раскрасить, где там травка заканчивается, да, где уже мост начинается, через который лошадка сбежала. Да, что у нас там еще? Сорова тоже стоит, да, у нее где-то высокая травка, где-то там уже на лугу такая травка низенькая, тоже надо разными цветами зелеными раскрасить, соответственно, то есть восстановить рисунок до конца. Остается еще два белых пятна. Со знаками вопросов. Для этого у нас есть второе задание на правой стороне страницы. Как ты думаешь, кто скрывается под знаками вопроса? Нарисуй. Да, то есть мы просим наших учащихся, наших ребят, додумать этот рисунок, то есть концепцию рисунка до конца. Что они должны сделать? Они в первую очередь должны все-таки ответить вам, о ком это книжка, зачем? Затем, чтобы они у вас в этих кругах и нарисовали то, что к этой книжке может не иметь никакого отношения. Допустим, чтобы они там рыбку не нарисовали. Конечно, теоретически рыбка могла там выпрыгнуть, у нас из воды, которая там нарисована, что это может быть, река, допустим. Но она у нас как-то не очень будет хорошо здесь складываться со всеми остальными нашими животными. Лучше ее все-таки где-то в подводном мире нарисовать. У нас такая книжка тоже есть, я попозже покажу. А здесь, возможно, будет что-то другое. Может быть, там где-то зайчик высоко подскочил, попрыгнул. Пускай они вас зайчик тогда рисуют. Или они объясняют, что там еще кто-то. Жеребенок маленький, впереди, перед лошадью бежит. Около коровы тоже. Понятно, что чуть-чуть там бабочка скрылась под этим кругом, но что там на самом деле еще может быть изображено, чтобы это относилось к теме животные. То есть без того, чтобы поразмыслить над этим рисунком, у нас просто так нарисовать и получится. Плюс они здесь рисуют, возможно, ниоткуда ничего не срисовывая, они это делают самостоятельно. Они решают, во-первых, что будет изображено, какого цвета, как оно будет выглядеть. У них здесь полностью развитие творческих способностей. Что они захотят. Главное, чтобы это относилось к теме животные, то они там и изобразят. Или такое вот задание, да, тоже. Оно на развитие мышления, но так или иначе, оно, как и предыдущее задание, на создание тоже творческой обстановки. Почему? Потому что помимо того, что мы здесь изучаем времена года, как, собственно, и называется книжка, да, Seasons, помимо всего этого у нас задание креативное, да, да, потому что нам нужно дораскрасить данные нам 4 иллюстрации. Если мы обратим внимание, то слово зима, да, winter уже соединено с картинкой, и на этой картинке, хотя и кажется, что она вроде бы закончена, есть элементы, которые не до конца раскрашены. На мальчике, например, не раскрашена шапка, хотя теоретически, конечно же, шапка может быть белая, да, но почему бы ее не раскрасить, но уж у снеговика морковка точно должна быть, да, цвета морковки, а у мальчика еще шарф, да, он тоже не раскрашен. Все остальное, да, но может быть в снегу. Зато на остальных рисунках, да, у нас и вода почему-то, да, внизу на рисунке белая, нужно ее дораскрасить. То есть ребята должны для этого догадаться. У нас здесь только обозначение карандашика, что здесь нужно будет поработать с раскрашиванием. А что они будут раскрашивать, они уже решат у вас сами. Белая ли будет собака на верхнем рисунке, слева, да, или там, где осень у нас. Или эта собака будет какого-то определенного цвета, может она черненькая будет. Цветочки, да, если у нас здесь есть подсказка, что, допустим, вот, можно раскрасить тюльпановый цвет, такого малинового, да, как мы обычно привыкли видеть их, красно-малиновый. Может быть они какой-то другого цвета, еще тюльпаны раскрасят, они бывают и желтые, и фиолетовые, дети об этом знают, они вам тоже все это изобразят. Да, мячим, какого вам будет цвета? Они сами здесь, да, нет этого в задании, чтобы они не определенными, какими-то цветами все это раскрашены. То есть мы здесь даем им творческую свободу, они совершенно спокойно решают, какого цвета будет тот или иной рисунок, детальные рисунки, которые не до конца раскрашены, и, соответственно, будут это реализовать. Вот мы и развитие творческих способностей. Давайте посмотрим на взаимосвязь развития и творчества, то есть с какого, например, времени нам и что лучше использовать. Для развития ребенка, его мышления и речи вы можете использовать, например, такие художественные статические задания. Если мы говорим про детей до 4 лет, то есть это совсем такие у нас малыши, с ними очень удобно составлять изображение предмета из нескольких частей, или какого-нибудь животного из нескольких частей, то есть это будет похоже что-то на пазл, но оно будет совсем простенькое. Для детей уже от 4 лет мы можем просить дорисовать вторую половинку симметричного предмета. Когда на рисунке у нас только одна часть предмета, второй части предмета нет, нам нужно ее дорисовать. Это задание можно использовать, конечно же, и до более взрослого возраста. Главное, что чем они младше, тем, скорее всего, они будут вас соединять вторую часть по точкам и раскрашивать. Я такое задание тоже покажу. Но чем они становятся старше, тем, например, точки могут совсем исчезать, и вторую половину рисунка они уже будут дорисовывать сами абсолютно. То есть они будут учиться создать пропорции при рисунке. А ребенку может предлагаться образец и похожая картинка, на которой не хватает каких-то деталей. Соответственно, нужно эти две картинки между собой сравнить, понять, чего не хватает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Пока, правда, один. Нет, у коллег, у кого-то минус, так, у кого-то плюс. Надеюсь, что все-таки приключение. Приносим свои извинения технические неполадки. Надеюсь, что больше у нас никаких процессов не будет. Плюсы вижу. Прекрасно. Значит, мы с вами можем продолжать наш обидно. Спасибо большое, коллега. Звук и видео есть. Прекрасно. Итак, о чем мы говорили до того, как у нас выдело суббинара. Я говорила о том, что в случае, если у нас уже дети старше 4 лет, то мы можем в первую очередь давать такие задания, как на дорисовку второй половины симметричного предмета. То есть на предмете, на рисунке у нас нарисована часть предмета, вторая часть предмета может быть сопряжена точками. Это для ребят у нас 4-5 лет. Они соединяют по точкам и раскрашивают так, чтобы одна часть рисунка полностью соответствовала второй части, чтобы рисунок получился целостный. Чем старше они становятся, тем мы можем, например, все-таки усложнить задания, убрать точки вообще, и они, соответственно, будут полностью дорисовывать рисунок. Они вам будут, конечно же, называть, что там изображено, что это получилось за предмет. То есть вот так. Что мы можем еще использовать? Мы можем работать над дополнением незаконченных образов. То есть у нас может быть нарисовано, например, человек без носа, нос нужно дорисовать. Сначала мы понимаем, мы должны поразмышлять, что на этом рисунке не так, что не хватает. Нарисовать, например, чайник. Ручку к чайнику не нарисовать. Он должен догадаться, что у этого чайника не хватает ручки, потому что иначе его никак не поднять, не налетить его чай. Соответственно, ручку надо дорисовать. А машина нарисована, на ней одно колесо есть, второго колеса нет или обоих колеса. Тоже нужно догадаться, что нужно сюда дорисовать. Стол нарисован или стол нарисован. Ножки не хватает, стоять он не сможет у нас ровно. Нужно дорисовать. То есть вот такие задания. Это на дополнение незаконченных образов. И, конечно же, все ребята любят выполнять задания с пазлами. То есть когда мы видим образец, как должна выглядеть картинка. И у нас есть разрезные части этой картинки в виде пазлов. И, наверное, их нужно собрать так, чтобы получилась та картинка, которая у нас дана как образец. Далее. Вот примеры, которые нам демонстрируют. Все те приемы, которые я сейчас рассказала. Мы, допустим, можем делать аппликацию. Плюс мы, конечно же, по моему творчеству еще развиваем мелкую моторику. Здесь мы вырезаем части котика, собираем с его котика по аппликации в зависимости от того, что мы там видим, куда нужно, куда подходит какой предмет, часть кота. На развитие мышления мелкой моторики. Здесь мы должны сливы, конечно же, раскрасить. Можно попросить ребят нарисовать такие же сливы, как данные на основном рисунке слева. То есть у них могут быть и глазки, они могут ручки кем-то рисовать. Главное здесь, чтобы они нас все равно сливы правильно назвали по-английски, и правильно посчитали, и сказали, какого они цвета. Также, какая у нас взаимосвязь еще может быть в развитии творчества. На проблемное рисование может быть задание. То есть нам нужно попросить нарисовать какого-нибудь чудо-зверя из волшебной сказки. Но зверя надо не только нарисовать, а еще объяснить, почему он вот такой, какой он. Может, он добрый, может, он злой. Чем он питается, где он живет. В норе, на скале, в воде, может быть, на дереве, да? С кем он дружит. Может, спросить, изобразить его друзей. Какие звуки он издает, да? Что он, фыркает, пустит, лает? Чем у него покрыта шкура? Перья, чешуя, пластины, шерсть. Связано ли это с тем, где живет этот дверь? Если он живет на дереве, то как он туда попадает? Может, взлетает, он ищет крылья. То есть, слушая рассуждения ребенка, вы как раз поймете, в какой сфере его познания явно хромает. То есть, если он не может объяснить что-то почему-то, что с чем связано, не может объяснить, чем может питаться это животное, или у него всегда одинаковые ответы, или он описывает, может быть, не какого-то чуда-дверя, то есть, которого на самом деле не существует, а он просто вам собаку описывает. Тогда, конечно же, вы видите, что у него ни фантазия, ни творчество, ни креативность. Это все нужно, соответственно, развивать. Можно рисовать эмоции. Для этого нужно нарисовать абсолютно все то, что хочет нарисовать ребенок, под какую-нибудь музыку. Музыку можно менять. То есть, сначала вы можете включить какую-нибудь печальную музыку лирическую, она будет такая очень спокойная. Он рисует. Например, вы просите поменять листок, убрать этот рисунок вообще, дать новый чистый лист и включить какую-нибудь более ритмичную музыку, что-нибудь несовременную. Соответственно, да, посмотрите, чем отличаются потом работы, которые нарисовал, рисунок, который нарисовал ребенок у вас под лирическую печальную музыку от веселой и ритмичной. Спросите у него, почему он это нарисовал, какие у него образы вызвала. Первая музыка, которую он послушал, а какие вот вторая музыка вызвала. Тоже, да, это очень удобно. Можно использовать, да, тоже аналогичное рисунок настроения. Мы даем ребенку спонж, да, или губочки на палочке, да, для удержания, и краски. И должны мы мазками или тачками этой губки, да, но не изображением предмета, он должен передать свое настроение от просмотра какой-нибудь картинки или обсуждение сказки, прослушанного стиха, песни. То есть, во-первых, мы посмотрим, какую краску он выберет, из какого цвета, посмотрите, каким он будет, да, что это будут, пички, маски, какие-то или линии определенные. Как он это будет все закрашивать, да, тоже будет выражать его настроение, тоже творчество. Можно искать образ. Для этого мы даем лист, на котором какие-то линии и фигуры не дорисованы или даны в очень хаотичном порядке, а ребенок должен из этих хаотичных линий и каких-то фигур доделать до ума довести рисунок. То есть, он должен понять, что это не просто круг, а это, допустим, будет, не знаю, кошка, да, если это мордочка у кошки, что вот этот треугольник, это на самом деле не просто треугольник рядом к этому кругу нарисован, а это будет такое туловище у котика, да, чтобы ему осталось зарисовать хвост, четыре ноги, да, и все это аккуратно, как-то раскрасить, да, изобразительный смех на кошке, да. То есть, он у вас будет превращать что-то абсолютно из ничего во что-то стоящее. То есть, это могут быть просто какие-то фигурные линии, да, волнистая линия, прямая линия, да, какая-нибудь прерывистая линия, он из этого сам что-то дорисует. Да, то есть, они очень креативно здесь будут, конечно же, действовать и работать, и посмотрят, и какого цвета он будет дорисовывать, рисунок будет, он его раскрашивать, или оставит его черно-белым. Да, то есть, это тоже все нам здесь поможет. Ну, давайте еще посмотрим на примеры. Здесь примеры «12 шагов английскому языку», да, на игру и речевое развитие. Нам, во-первых, всегда нравится, да, и коллегам тоже нравится, когда показываешь комиксы проблемной направленности, которые даются в курсе «12 шагов». Да, здесь у нас в этом шаге, в девятом шаге, ребята уже изучают алфавит, поэтому игра, здесь вы видите, да, пропоют, она алфавитная, здесь в данном случае это букву «А» нужно изучать, и как раз на самом комиксе тоже они изучают букву. Чарли и Хитти у нас, да, на уроке, да, имборно объясняют, что это letter A, оно и написано, да, и таким заштриховано, да, очень интересно, и Хитти говорит, что на A Apple слово, или, да, слово муравей предлагает Чарли, да, на эту букву, или антилопу даже, да, они здесь вспомнили, главное, что нужно было вспомнить слова, которые начинаются с этой буквы. Комиксом проблемной направленности здесь у нас школа изучения букв, первая буква в алфавитии изучается. Также, да, занятия у нас здесь различные в 12 шагах, и со школой направленности тоже есть, учебным классом, например, здесь оно называется «My classroom». Нам нужно и посмотреть, с какой буквы знакомит наш учитель, здесь буква «F», да, она просит «Look at the letters «I've heard F», да, и здесь в расцельсионном цветочке «Flower». Соответственно, у нас есть ритмовка на соседней странице. «I hear is my classroom». «I can hear every day». «Come to my classroom». И мы выполняем задание, так как мы изучали букву «F», то, соответственно, в четвертом задании у нас расшифрована там буковка, буковками «F» слово, которое начинается с этой буквы. Конечно же, если мы понимаем, что когда они все раскрасят, то у них получится флаг. он будет белый, синий и красный по строчкам, потому что нужно обязательно раскрасить каждое окошечко тем цветом, которым нарисована буква, то есть «F» белым цветом, потом идет синим цветом и красным цветом, да. Мы смотрим, он вообще с точки зрения творчества у нас обращает на это какое-то внимание, да, или он все у вас просто закрасит одним цветом, даже не обратить внимание, что в буковке «F» были разного цвета, белого, синего и красного. Это тоже очень важно с точки зрения развития творческих способностей. Если мы в следующем уроке проходили в буковку «L», да, и слово у нас вот здесь зашифровано «Lemon», соответственно, лимон нужно было, да, раскрашивать, тоже, да, соответственно, не точить лимон и зеленым цветом, сам лимон у нас желтый, да, а занятие вообще называется «Школьный звонок». Да, то есть тоже очень интересно. Здесь они у нас буковку «Е» изучали, и комикс у нас проблемной направленности про родственников, эта система «Семья» изучается, то есть мы развиваем мышление нашего замечательного учащегося, здесь они показывают друг другу картинки из семейного альбома и рассказывают, кто это изображен на фотографии. Когда изучаем буковку «З», то, соответственно, «Ебру» раскрашиваем, да, тоже у нас здесь очень интересное полученное задание, потому что на некоторых, соответственно, полосочках у нас ничего не написано, да, и чтобы потом в итоге «Ебру» правильно обвести, нужно будет постараться, да, но это уже 11-я часть, 11-й шаг, ребята уже, да, взрослые, 6 лет, и они тут в уме не сделают, если они хорошо с этим справятся. В книге «Цвета», «Colors» мы развиваем, ребят, немышление и статический вкус. Во-первых, здесь все изображено уже, да, с точки зрения, как художник, да, книжка, как будто до художника, на самом деле мы изучаем слова, цвета. «The sky is blue», говорит нам, да, то есть персонаж, и мы должны, соответственно, да, он держится, у нас девушка держит синий карандаш в руке, раскрашивает небо синим цветом, да, мы должны понять, что обличко, соответственно, как оно и есть на самом рисунке справа должно остаться белым, все вокруг нужно помочь девочке не закрасить синий. Да, при этом у нас еще отсутствует в раскраске, да, на пейзаже, как, не, на пейзаже, который рисует девочка. Здесь еще, да, у нас камешек не раскрашен коричневым цветом, его тоже нужно раскрасить. Соответственно, мы, так как сказали фразу «The sky is blue», изучаем мы слово «синий», «blue», и, соответственно, мы можем потом попросить ребят выбрать из четырех клякс кляксу нужного нам цвета, а именно синего. Потом обязательно можем спросить, если уже проходили эти цвета зеленый, желтый и черный, да, что у нас есть на этом рисунке, этого цвета, какой это цвет, попросить его назвать, да, или просто выразить этот цвет, то есть, показать, какой рисунок этого, какая-то реакция этого цвета. И, конечно же, у нас есть на развитии на автоматике слово «blue», которое нужно обвести, да, правильно по стрелочкам, которые здесь нарисованы, чтобы и развить на автоматике и запомнить, как слово пишется. Также тоже пример на развитии мышления и степического вкуса у нас изучается слово «train», это уже другая книга, это книга «choice». Мы, помимо того, что у нас есть рифмовочка, да, небольшая текст на левой стороне страницы, у нас есть очень замечательные рисунки здесь, мне нравится очень прекрасный котик, который в конферте там играется, да, так как все любят котики делать, что-то на них не погонять, это футболисты. Далее слово «train» мы вводим, мы просим показать ребят картинку, которая именно изображает поезд, так вот, возможно, тот самый, за который мальчик тянется на полку. Слово «train» мы прописываем пальчиком, там мы тренируемся, развиваем мелкие моторы к руке и доходим до задания творческого, как раз-таки на раскрашивание поезда. Поезд у нас тот же самый сохраняется, то есть мы можем как попросить ребенка раскрасить точно такой же поезд, по которому мальчик тянется, да, на стеллаж, а можем просто предложить раскрасить поезд так, как ребенку нравится, если он уже знает цвета, соответственно, либо во время раскрашивания, если у вас индивидуальное занятие, либо после того, как все все раскрасили, у вас каждый выходит со своим рисунком, вы просите сказать, какого цвета поезд, да, то есть если он весь одного цвета, вам ребенок скажет, да, что он у меня весь, допустим, глын или рэн, но вы тогда уже будете отмечать, насколько хорошо развито творческое мышление у этого ребенка, все-таки он сделал, как один в один, как на примере, или он сам скреативил и какие-то другие цвета взял, а мочи не было, просто такого вот зеленого цвета, да, и он взял, не знаю, желтого побольше, да, то есть здесь уже все будет зависеть и от оснащения, и от того, насколько креативнее ребенок. Тоже похожее задание, да, самое главное, что у нас есть тоже элемент творчества, элемент раскрашивания, да, по раскладке задания также идет, да, у нас вот слово, нам нужно на картинке найти это слово, где оно изображено, то, что мы сейчас, изучили, затем слово прописать, развивая мелкую моторику, и дойти до задания творчества, где мы уже эту сову прекрасную должны раскрасить. Здесь у нас, да, все-таки слева рисунки сова витит у нас, да, там не все, можно посмотреть, какого цвета, допустим, не видно лапки, да, какого они у нее цвета, но ребята можно по ним додумать, да, то есть здесь рисунок нужно раскрасить, это примеры в книге What do birds say? На развитие мышления, да, тоже у нас задание из What do animals say? Здесь нужно у нас соединять название животного с его изображением, и потом опять же изображение животного с фразой, которая для животных произойдет, да, с звуком, который издает это животное. В книгах серии развивашка, здесь это пример из книги жителей подводного мира, в данном случае у нас кит, у нас есть много творчества, сразу мы и делаем выгрузку по выкройке, а мы смотрели, что это тоже на развитие творческих способностей наших учащихся как раз хорошо действует, и плюс задание, где нужно помочь художнику докрасить картинку, то есть уже есть заготовки такого разного цвета, голубой, разных оценков голубой цвета используется, нужно эту картинку дораскрасить до конца, скипки темнее, соответственно, так будет, море где-то будет такое, да, бледно-голубенькое цветом морской волны и так далее. небо тоже какого-то своего цвета, соответственно, будет синий, все с оттенками синего. Далее на развитие мышления и тоже мелкой моторики, здесь у нас как раз задание на соединение точек, то есть мы видим, да, задание идет сначала на мышление, где нужно найти двух одинаковых светичек, мы выучили изначально на левой страничке слово фокс с леса, прописали его, мелкую моторику потренировали, и далее мы должны соединить точки и раскрасить картинку. Вся лица зеленькая, ничто у нас тут не обозначено, какого она на самом деле цвета, какая она будет зимой на самом деле, ребята тоже вам должны подсказать, да, а будет ли она такая же рыжая, прерыжая зимой, или она зимой все-таки будет, да, тоже как-то инвекрировать и стараться шуму другого цвета немножечко поменять, тоже вам об этом дети расскажут, но главное, что вы соединяете все по точкам и раскрашиваете картинку. Задание у нас есть на работу с разрезным материалом, то есть, опять же, да, если мы здесь пускай даже не пазл складываем, мы здесь работаем с иностранным языком, но при этом у нас есть элементы, где нужно что-то разрезать. Внизу даются буквы, буквы, это те самые буквы, пропущенные в словах, которые закрыты пёрышками, да, вы видите, например, слово «хэн», отсутствует буква «эн», она у нас есть несколько раз, да, вот внизу в буковках, можно как-то всё разрезать, если вы в это задание делаете после изучения всех птиц, это развивашка птиц из книга, если вы делаете по, добавляете по одному слову, например, изучили слово «курица», открыли эту страничку номер 29 и сделали здесь, выполнили до конца слово «курица», да, то вам нужно только одну букву «эн» разрезать, чтобы у вас остальные буквы не растерялись, или кто-то разрезает всё при выполнении первого слова, которое они изучили, и потом просто хранят эти буквы в каком-нибудь конверте, да, чтобы они не рассыпались, не растерялись, но я бы всё-таки, например, по одному слову брала бы, изучила слово «хэн» с ребёнком, открыла 29-ю страницу, мы посмотрели, вспомнили, какая буква была здесь третья в слове, это буква «эн», соответственно, нам нужно вырезать из нижнего ряда букв только «эн», аккуратненько, да, потренировались, вырезать, и приклеить её, соответственно, с использованием клеера, тоже умение творчества, на нужной длине. Такого, может быть, формата задания, здесь сразу два формата, да, один я вам показывала на примере с китёнком, с китом, это задание «Помоги художнику докрасить картинку», где у нас есть уже, опять же, заготовки, не зеленый, здесь у детей, да, цвет нужно дорисовать, раскрасить, а задание наверху, это задание на подбор подходящего фрагмента рисунка, да, то есть, опять же, нужно посмотреть, где-то это очень легко будет подобрать, где-то посложнее будет немножечко подобрать, но главное, что я вам должен сказать, что вот этот рисунок, он именно отсюда, потому что тут, например, голова-голубь, здесь эта жена, а здесь шапка у мальчика попала, да, здесь вот, например, там, веточки какие-то, да, кусты торчат из сугробов и так далее. То есть это тоже развитие степического такого вкуса. Опять же, в наших прописах, да, здесь прописи для девочек английский алфавит на развитие мелкой моторики творческого задания направлены, во-первых, потому что они могут тренировать, писать, в этих прописах есть калька, на этой кальке можно тренироваться, а, соответственно, уже когда потренировались, вы переворачиваете, прозрачуете страницу и уже начисто пишете правильно все буквы, да, по изображению, движение стрелочек в прописах. Но, помимо того, что у нас есть и калька, и потренировались, и все правильно прописали, да, у нас есть еще здесь картиночки, например, на букву S это слово sun, оно не раскрашено, это все черно-белое, возможности для раскрашения специально оставленное нам нужно взять желтый цвет, и это раскрасится немножко желтым или оранжевым, как ребята себе это представляют. tea pot тоже, скорее всего, он не такой просто грустный и какой-то белый будет, да, они тоже его раскрасят с большим удовольствием, какие-нибудь цвета, может там даже какую-то роспись, да, на чайничке изобретать. Он у нас на букву T идет. Алфавитные карточки с картинками, да, здесь это английский язык, карточки вы видите, с английским алфавитом, с, соответственно, с рисунком слова, который начинается с этой буквы, apple, например, и когда мы переворачиваем карточки, то на обратной стороне у нас тоже есть и подпись, да, полностью слово, и вот транскрипция и перевод на русский язык. Для всех возможных форматов работы, да, игры с карточками, а такие игры перечислены, например, и на одной из страничек алфавитных карточек, вы видите, да, я эту страничку разместила там и игры в «Помню слово», и «Маленький помощник», и «Верная и неверная», и «Моя сказка», и «Люня детектив». Все эти игры там прописаны, как поиграть вот с такими укладительными карточками. И еще буквально несколько примеров на игровых творческих заданиях. Здесь мы должны одеть куклу, «Grossing up a doll». Да, нам нужно, опять же, возможно, спросить, какого цвета платья, какого цвета кукли мы на куклу наденем. Это «12 шагов по грибке музыки», третья часть. Задание на, по помощи художнику раскрашивать рыбу кинт. Да, здесь рыбки у нас разных цветов, как раз, как и основная рыбка, да, в которой мы изучаем слово «fish». Помимо всего этого, мы изучаем, конечно же, слово. Оно у нас дается в стихотворении и в загадке. Потом нужно, опять же, это слово «постарить». Да, тоже творчество. Это клинки и тянем курбановые стихи и загадки о подводных жителях. Что еще можно делать? Там можно еще играть с ребятами в игры, то есть дополнительные игровые задания давать. Можно сделать с ними игру «Ловим рыбку», использовать для этого аквариум импровизированный, например, коробка у нас должна быть, да, коробку можно обклеить или раскрасить, да, так, чтобы она была похожа на аквариум. Разноцветных рыбок туда запускаем, соответственно, не должно быть у нас ничего-то поплотнее сделано, например, из картона тонкого. Делаем, допустим, китайских палочек удочки, да, которыми нужно будет вылавливать этих рыбок. И дети, как только вылавливают рыбку, говорят, так вот, какого у нас цвета, рыбка, которую они поймали, и слово «fish» по-английски. Да, если еще цвета не проходили, то просто слово «fish». Можно посчитать, кто сколько, если счет проходили, сколько рыбок уже выводили. Далее, можно к вот этому заданию, да, про лисичку поиграть в игру «Лисица в лесу». Это будет уже игра с движениями, да, то есть все движения дети выполняют в образе лиси с лисущими этим животным, животным, да, пластикой. То есть лисицы могут у нас просыпаться, соответственно, нужно проснуться, посмотреть по сторонам, потянуться, выгонять спинку, сесть на пол, потянули, да, ноги, как будто лапа, да, вперед, назад, да, зажмурили, открыли глаза, то есть вот мы проснули, изобразили лисицы. Можно изобразить, как лисицы умываются, зачеркивают лапками воду, допустим, и умывают мордочку, да, моют ритмично лапки, что еще они могут умыть? Ушки, хвостик, да, можно все это посмотреть несколько раз. Лисицы у нас могут делать зарядку. Поднимаем, соответственно, ритмично руки наши лапки, приседаем, подпрыгиваем, бегаем. Зависит от того, только смотрите, насколько активнее бегать. Если они совсем у вас не сидят на месте, то хотя бы дайте не бегайте сильно, да, попрыгать еще ладно, надо молниить стоя, но хотя бы не бегать. Сказочные задания. Можем идти по следу буквы. У нас есть такие замечательные прописи, они во всех книгах развивашка, животные, птицы, игрушки, вот такие книги, есть такие прописи. Все слова, которые мы изучили, даются сначала, написанные целиком, да, вы видите, непрозрачным способом, да, слово cat, и далее слово начинает быть более прозрачным. Это пропись, но сначала есть все-таки возможность обводить по контуру. Да, сначала контур таким темно-серым, потом чуть более светло-серым становится, и почти до прозрачного доходит. Плюс еще есть возможность где-то один раз, где-то два раза, где-то, да, к сожалению, не хватит для этого строчки, но прописать это слово еще и самому даже целиком, да, допустим, слово cat очень хорошо еще можно уложить как минимум, либо крупный один раз, либо более мелко, так как в примере, соответственно, два раза уложить его здесь. Или можно подбирать игры с движениями, да, здесь, например, можно тоже, да, повторять за тем, что делают мальчик у нас и лебедь, да, изображать, как они плавают, но при этом повторять ритмовку, которая здесь дана, да, swan can swim, I can swim too, but swim can swim very fast. Соответственно, те, кто нас будут изображать, лебедя, будут плыть быстрее, чем те, кто будет изображать мальчика. И мы с вами выучим и слово swim, плавать, и слово fast, быстро. В итоге, да, что мы с вами получаем, что развитие творческих способностей, конечно же, связано с развитием и мышления, и речи, и мелкой моторики, да, то есть здесь это все будет взаимосвязано обязательно. Мы не будем развивать просто только творческие способности, без ничего. Если мы делаем это на занятии английским языком, то, что в первую очередь изучаем что-то новое, узнаем про язык, какие-то новые слова, новую лексику, или новые буквы, новые фразы, да, но параллельно со всем этим мы, конечно же, развиваем и мышление, и речь, и мелкую моторику, и, конечно же, творческие способности. Развитие творческих способностей обязательно является важной частью занятий с дошкольниками, да, потому что мы не столько их все-таки учим, мы их развиваем, а так как развитие те, кто связан с творчеством, как мы с вами посмотрели, да, на первых слайдах и примерах, то это, конечно же, да, И игры нам тоже помогают развивать творческие способности воображения, потому что ребята могут сами дополнять те условия игры, которые вы им ставите, да, допустим, пролетит, они могут дополнять сами, что может делать эта лиса, или про рыбок, так, где мы рыбок вылавливали, даже, когда я вам объясняла игру, я все равно сказала больше различных условий, чем было написано на слайде, да, не просто вылавливать и говорить, что это фэш, а говорить, какая это рыба, да, сколько у меня таких фэш, которых я вылавил, соответственно, твои какого цвета эта рыбка, которую ты поймал, да, и так далее. То есть все это тоже можно здесь завязывать на творческом, на развитие творчества, творчества у наших детей. Как сказал Джо Лог, да, известный английский педагог и пилософ, мы рождаемся на слайде способностями и силами, позволяющими делать почти все. Во всяком случае, эти способности таковы, что могут повести нас дальше, чем можно себе представить. Но только упражнение этих сил может сообщить нам умение и искусство в чем-либо и веке на кружевшинство. Поэтому, если, да, каждый человек рождается творческим человеком, каждый человек рождается креативным человеком, если это не развивать, то так как, допустим, он особо, да, художественность не развивал и рисовать не люблю и не умеет, соответственно, вот художником я, например, не стал, да, но считается все равно, что все люди, все дети рождаются с заложенными уже способностями. То, что развивают у них, в том они, соответственно, больше преуспевают. То, что мы не трогаем и не развиваем у наших учащихся, у наших детей, соответственно, то и будет дальше как-то не сильно развиваться, да, и немножко теоретически даже западать. Далее, давайте мы, прежде чем смотреть, как получить нам сертификат, мы с вами сначала я вам расскажу, коллеги, как получить скидку 10% на покупку пособий для обучения дошкольников, да, это все эти книги, которые я вам сегодня показала, это серия развивашка, это курс 12 шагов к английскому языку, это пособия с мобильными приложениями, да, все книги, которые я вам сегодня показывала, и I can, и Seasons, и все остальные, все, что у нас в разделе, да, с дошкольниками, вы можете приобрести с 10% скидкой по промокоду 2504 КК 12 шагов, да, КК 12 шагов, вы можете написать письмо на shopsobakatitle.ru, с теми письма указать промокод и уже в самом письме отписать, какая именно книга вам нужна с этой 10% скидкой, или комплект книг, может быть, вывести курс 12 шагов, как раз, да, себе с такой хорошей скидкой захотите заказать, чтобы своим ребенком заниматься, или, да, в принципе, использовать в обучении, что еще забыла сказать, главное, да, что, как пишет нам админ, заказать книги по промокоду можно только через заказ, через имейл, то есть, если вы напишете письмо на shopsobakatitle.ru в интернет-магазине, там промокод вы увидите, что его там добавить вам некуда, то есть, чтобы получить эту скидку, можно написать имейл на shopsobakatitle.ru промокод очень такой некороткий, достаточно длинный, да, я вам советую все-таки его себе скопировать или переписать куда-нибудь, да, потому что этот слайд у нас пропадет сейчас, он у вас не будет высвечиваться, да, потому что нам нужно еще же получить сертификаты, для того, чтобы нам с вами получить сертификаты нужно еще и выставить, как сертификат получать. Итак, коллеги, код для сертификата в чате, где получить сертификат, ссылочка тоже есть в чате. Для тех, кто у нас первый раз участвует в вебинаре, слайд с тем, как получить сертификат, мы выставили. Помните, что его можно себе получить только в течение трех часов после окончания вебинара, да, так что лучше сразу же получите сейчас, да, чтобы потом не забыть. И по промокоду, да, коллеги, тоже, если он вам все-таки очень-очень нужен, лучше вы его себе сохраните, перепишите, потому что вы не забудете, что на всех пособиях для школьников пособия издательства титул для школьников. посмотрите, 25, 0,4, т.е. 12 шагов. Вот это нужно в тени письма указать. Спасибо большое, коллеги, за внимание. Вроде бы не вопросов, не уточнений, ничего здесь не вижу в чате. Надеюсь, что промокод тебе переписали, чтобы посчитал, что он ему необходим. Как получить сертификат, коллеги, инструкция на слайде? Пожалуйста. И в чате есть ссылочка и код для сертификата. Спасибо большое за внимание, коллеги, всего вам доброго, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok